На крышах многих домов устанавливают снегозадержатели. Суть их понятна из названия. Плюс, по словам экспертов, они являются опорой при проведении высотных работ. Вот только в домах на Первомайском проспекте снегозадержатели установили со всевозможными нарушениями, утверждают юристы. Они говорят, что каждая такая конструкция весит несколько десятков килограммов, а падение ее с большой высоты чревато. Их и так раскачивает ветер, и это не старая конструкция. Их установили в ходе капитального ремонта, не больше пяти лет назад. У потребителей есть пятилетний период, чтобы предъявить требования после окончания выполнения этих работ. И если в результате некачественных работ у вас, не дай бог, протекла квартира, произошло, не дай бог, залитие, замыкание электропроводки, вы вправе предъявить требования о возмещении убытков в полном объеме. Делается первичная экспертиза для того, чтобы предъявить требования фонду капитального ремонта. При отказе фонда следует обращаться в суд, говорят юристы. И там, помимо убытков, возместят затраты и на экспертизу. Олег Попов рассказал, что капитальный ремонт одного дома проводился три года назад, у другого почти пять. Так что у потребителей есть еще возможность обратиться в нужные организации, фонд капитального ремонта, управляющую компанию или администрацию города. Если же пять лет с момента капитального ремонта прошло, то жильцам предстоит проводить работы за свой счет, утверждает специалист. Но жители дома могут также повлиять и на качество проводимого капитального ремонта. Правда, не напрямую. Данная обязанность лежит именно на представителях фонда капитального ремонта, но сами жильцы могут реагировать на то, что они видят выполнение работ с недостатками или превышение каких-то сроков, или расходование материалов нецелесообразное, или те же погодные условия, которые приводят к залитию. Однако позиция фонда капитального ремонта однозначная. Совсем недавно они прокомментировали ситуацию с двумя домами – на улицах строителей и Циолковского. В первом случае в двух квартирах обрушился потолок, а во втором у жильцов и муниципальной поликлиники возникли претензии к проекту. Пресс-служба регионального оператора ответила, цитата, что фонд не имеет права отступать от проектных решений. Конец цитаты. Валерий Седов, Игорь Глотов, Даниил Пилипенко. Телекомпания «Город».